Ежегодно казаки Краснодарского края встречаются на военно-полевых сборах. Здесь в одном строю стоят рядовые ясаулы и атаманы из восьми районов Кубани, которые объединены в первую таманскую казачью дивизию. Одной из самых многочисленных делегаций на сборах в нынешнем году стала делегация Славянского района. О том, чем военно-полевые сборы 2017 года запомнятся нашим казакам, смотрите в следующем материале. 280 славянских казаков во главе с первым заместителем атамана Яселуом Валерием Букреевым представили на военно-полевых сборах таманской дивизии в 2017 году наше муниципальное образование. Традиционно местом проведения сборов стал полигон 7-й гвардейской десанто-штурмовой дивизии возле станицы Раевской. Сюда поприветствовать казаков прибыл и атаман кубанского войска Николай Далуда. Он отметил, что занятия, проводимые на полигоне, такие как стрельбы, изучение технических особенностей современного вооружения и истории казачества очень важны. Ведь возродившиеся казаки должны стать надежной опорой государства. Опытные военные обучали казаков минному делу и современным средствам связи. Но самыми захватывающими были практические занятия по ведению боя, тактике и стратегии. Это дело для того, что 300 людей, если вас кто-то там уже выцелил, он, когда стреляет у него, автомат уводит вверх-вправо. Соответственно, поле будет сюда уходить. После занятий в Раевской таманцы переместились в казачий лагерь, который был оборудован в Абинском районе. Здесь казакам предстояло не просто провести несколько дней настоящей полевой жизни, но и стать участниками спартакиады. Соревнования в ней были составлены из традиционных казачьих видов спорта. Таких, как рубка лозы, метание ножа, гиревой спорт и многое другое. Почти во всех видах казаки Славянского района вошли в число призёров. О результатах командного зачёта станет известно позже, но у наших ребят есть все шансы в очередной раз стать лучшими в Таманском отделе. Второму полтавскому казачьему полку Славянского района казачьего общества 1-й Таманской казачьей дивизии вручается с нами как символ и воинское реликвие, олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций кубанских казаков. Вручение боевого знамени Славянскому отделу, которое прошло во время торжественной линейки, это значимое событие для всех казаков нашего района. Ведь день вручения знамени – это день рождения полка. Сегодня, конечно же, великий для нас день. Вчера мы были участниками торжественного освещения знамени. Сегодня это знамя вручено нашему полку. Запомните этот день. И, конечно же, второй полтавский полк должен быть лучшим, беречь знамя, не посрамить его. И самое главное, надо держаться единым кулаком друг к другу, подставлять плечо друг к другу и идти на выручку. С каждым годом традиционные казачьи сборы посещают всё больше людей. Причём здесь бок о бок учатся настоящей полевой жизни как взрослые казаки, так и совсем ещё юные казачата, подтверждая тем самым старинную мудрость, что казачьему роду не будет перевода. Мария Климова, Павел Трифонов, Александр Тимовская, программа «События».